Viewer discretion is advised Мужики, не подбросите Садитесь, садитесь Куда тебе? Мариинский театр на оперу Руслана Люмила до 6 Успеем мы? Мариинка? Пятихатка и успеем Ну давай, поехали И Руслана успеем Езжай Не, за пятихатку не поедем Не, видишь, не хочет за пятихатку Это дорого, за 350 поедем Ты такой добрый человек Торговаться не умеешь, что ли? Ты же к хачам сел Торговаться нужно в другую сторону По-моему Не, ну ты не понял Просто в разные стороны мы с тобой думаем Помнишь, когда трубку продавали Типа, очень интересно все Очень все здорово Все мне понравилось Я куплю Но только 8000 у меня Значит, ты приехал-то вообще мудак Да, да С восемью пусками А вы шагмин А? Как я покупал трубку-то? У Вовы? У Вовика Он мне даже контакт не разлогинил Телки этой А ей там писали Мы покупали тут давеча телефон Другу Приехали Какая тебе разница, что за телефон Айфон, конечно Приехали на просвет К какому-то Вове Который с другом пришел телефон продавать в спортивных костюмах Стали смотреть Смотреть В итоге Купили телефон Дома смотрим Вконтакте Неразлогинин Там Телка какая-то Ей пишет Типа Что у тебя телефоном? Куда ты пропала? Почему на сообщение не отвечаешь? Что такое? А я потом облайкал все фотки, где у него телефон был в руках То есть ты ее навел все-таки на мысль где это Не, ну так да Прямо так близко телефон оказался Ну как бы Вроде как Телефон где-то А на самом деле лайкнул человеку, у которого он уже в руках А помнишь, когда лайки еще что-то значили? Когда типа ты лайк Да прекрати Находишь телку Находишь фотографии, где мало лайков Ждешь, когда она в онлайне, лайкаешь Она лайкает если, значит все Так это Значит И что, кто-то в это до сих пор верит? Ну и Я верю Ну блин По-моему это самое меньшее, что ты можешь сделать Для того, чтобы перепихнуться с телкой Поставить лайк Кто вообще дает за лайки? Ну чё, хоть что-то я сделал Ну То есть То есть это как бы снимает с тебя груз ответственности Вот клубы сейчас Я этой суки лайк поставил, а она Возьми и не напиши мне Пойдем гулять И типа давай тебе Значит она не Не, как минимум я чувствую Зондирую ситуацию Понял ты? Почву То есть как готово она расположена А потом после лайков ты переходишь к активной стадии ухаживания Это треки на стену Я так полагаю Типа ты скидываешь тут свой трек Нет, сначала Как я скину, если в друзьях у нее нет? Аааа То есть сначала в друзьяшке Ааа Она спросит А ты кто такой? Я скажу Да вот Да вот Да вот Знаю там Одногрупника твоего что ли Да Говорил о тебе Очень много хорошего Рассказывал А кто? А я говорю Зачем? А зачем на его подставлять? Ну смотри, тут нарисованная склошная Все равно поворачивает Звери? Звери Так вот И надо Соответственно после этого уже Разговора Добавляться к ней в друзья После этого скидывать Песни Но Ты просто знаешь как делаешь Заходишь в песню Открываешь рекомендации И он И бросаешь все нахуй туда Ты имеешь в виду Типа рекомендации Вместе с твоими песнями? Нет, с ее Может мы разные ее слушаем Ааа Типа ее любимые песни Там же можно Слушай, поэтому мне наверное Никто и не давал Таким методом Я скидывал свои любимые песни Наверное Тебе не давали? Нет, но не давали за лайки Ааа Ну так боятся Кто же за лайки даст? Ты только что сказал Это инструмент Это средство А не цель Инструмент Мужики, а почему мы едем В обратную сторону По картам смотрю? Там пробки Сейчас 5 часов Сейчас движение Это что? Ну ладно Сейчас везде вообще пробки Братан Куда не едешь Куда не Нужно все По хитрее По переулочкам По всяким таким Там заехал А вы в городе хорошо да знаете? Да А я еду по дороге Мелькают елки А я туда где тёлки Номерочки номера АМР и ЕКХ Я гляжу Регистратором обзавелся Слушай да Очень удобно Он не отлипнет От жары ты у тебя Может Потом останутся ещё следы От присоски Чё то такое Я слыхал чувак один Короче Видеорегистратор Ну он наш такой Типа не оставляет висеть На лобовом стекле Чтобы не украли А он его кладёт Бардачок Я думал так все делают Так нет дело в том что Я думал только Знаешь производители Видеорегистраторов Оставляют Так нет ты не понял Потом понял Он отклеил Присоски кружок оказался Ну типа На лобовом Да и раз**ли ему стекло И с**ли его из бардачка Логику включили да гопники Ну знаешь такие типы Я считаю что они были вознаграждены За свои усилия Прикинь Такие усилия это Стекло разбить Ну лобовое Ну а Не лобовое Они разбили это боковое Если бы везде лежали Видеорегистраторы Везде бы и Били стекла Помнишь как у тебя зеркала скрутили Зато еще парковаться не хотел В положенном месте Ну то есть хотел в неположенном Ну это Ботовка Хе-хе-хе-хе-хе Ну кто у кого не зеркала Ну м***** У меня вообще на самом деле дворники украли Ты путаешь Дворники? Да, дворники с**ли Я оставил Прямо под фонарем Батя мне говорит Оставляй машину под фонарем Типа будет светить Типа в окно будет смотреть Да чувак, ты гопники не вампиры Они не боятся света Это какая-то тухлая мера Или полумера Типа ничего Знаешь такую фигню говорили Типа Аааа Вот ходи короче по таким Помнишь когда я жил в Купчаге-то По опасным местам ходи днем всегда И типа днем все Как если темнота То уже все Гопники Они не вампиры Они их свет не пугают солнечный Они могут и при белом При свете белого дня тебя А Блэйд А Блэйд был кстати Светоходящим Ну типа он мог ходить Ну по-моему Иначе бы как Иначе бы весь фильм шел про ночь Так он и ночью и был по-моему Он же черный Аааа Ее кожа подготовлена к солнцу А кучеряшки Чтобы за пальмы не цеплялись К работе он подготовлен? Или только вампиров Рубить может? Вампиров то рубить каждый может А хлопок собрать? Кого? Хлопок Негры знаешь ли Занимались Собирали хлопок Никак кстати не понимал В каком году? Лет 200 назад я думаю Так давно? А сейчас что они делают? Не знаю кстати о чем Рэп Рэпами становятся Дааа видишь Кем? Я хотел сказать рэп читают Но про президента Тоже короче вариант У меня кстати не очень президентами становятся Неудачными Тебе не нравится Обама? Ты голосовал? Ты надеялся на Маккейна? Да я вообще не надеялся на что В России живу Просто что они какую-то политику ведут Это непонятно мне Так Маккейн Тебе как раз хорошая политика раз непонятная Так Маккейн Ты я смотрю больно умный Да Политик какой Ты сам то за кого? Я за Путина Ааа ну смотри Только таких и возим Спасибо А я кстати за Путина голосовал На всякий случай Не я просто думал мне флешку дадут Или там Ну какой то презент Подарок Знаешь что типа я первый раз пришел голосовать А мне ничего не дали А я тогда в это время На Еву работал Или что то такое Тоже на всякий случай За Путина голосовал Мало ли И меня жутко разложили все отбитые Просто люди которые Аааа Вот сейчас мы любим Голосование на Украине Там чувак вместо там Порошенко и других тех Идиот Пасал Бэтмен Ну и че Бэтмен Ты че против Бэтмена имеешь что ли? Ну это ж просто Я бы проголосовал за Бэтмена Мне жалко что Дарт Вейдер не прошел Я бы за Человека Паука проголосовал А почему Человека Паука А не Бэтмена Бэтмен борется с преступностью А Человек Паук Типа только с прозлодеями Ну он хотя бы учится где то Че хоть что то делает работает Аааа Где я работаю Брюсой? Нигде Он миллионер Зачем ему работать? А что же он делает такое? Жиробас Ебаный нахуй Перелезал тебя нахуй Не видел Какой бы пробежался 5 метров Но ты видел как грациозно он бежал Словно То есть иногда Надо было slow motion включать на айфоне Та 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 Иногда жирные люди Чрезвычайно грациозно двигаются Так словно такой Толстый Аполлон Ну блядь не знаю на самом деле У меня когда был толстым Было не особо грациозно ничего Ты будешь и здесь хвастаться Что и перед пассажиром Что ты похудел Да Долго ты худел? Достаточно совсем А в чем секрет вообще? Как ты? Интересно очень Слушай я просто не ел ничего И все? Не поверишь Нет Все больше ничего Ну и бегал вокруг ленты Целый год не ел Ну практически Вот опять Ну все бабка тебе Какая Просто Не могу А что ж такое Потопешская Такая Ну ты знаешь мне кажется Бабкам терять уже нечего Будь я таким стариком Мне бы знаешь Какого-нибудь саркому легкого поставили Я бы только так и ходил Прям по кратчайшей прямой Через кусты Через дороги Через это Блин Юра вот Ты знаешь как бы Ну как жалко там Может чья-то бабушка С другой стороны не жалко Что так ей надо А с другой стороны жалко машину Представляешь там Сколько она весит килограмм Да килограмм тридцать Ты ее видел? Да нет Чувак это как кошку сбить Прекрати Да Просто Выйти вот так вот Дворники включишь короче В интернете на Ютубе есть видео где люди сбивают кабана короче на кольфе вот на таком кабана и специально проверяется специально смотрел на видео как на своей машине типа кого готовился к встрече с кабаном нет я просто встречу с такой вот ерундой что просто понимаешь врезаться это все равно что там я не знаю сбить мешок с щебенкой килограмм 70 сразу кашу морду это дорого чувак а потом еще оправдывайся хороша давай тогда так сравни вот представь себе эту бабушку как ты говоришь мисмешок со щебенкой представь себе мешок с щебенкой с смертью и вот и за всех сил пьешь кулаками по мешку со щебенкой больно будет больно и это правильно а его представившись что это и да мне будет не больно соблёт машина нет ними вида теперь представь что ты бабушку бьёшь клаком ночь ну бабушку купить менее больно чем меш elas и вот gouvernfive хиocratic выбрать папу что там Маслы какие-то перелетят через крышу и все Надо кингуриадник ставить тогда Жалко их запретили вообще А что за дела? Я купил машину за свои деньги Почему мне нельзя тонировку сделать, допустим, по кругу? Если вы не видите, что там типа черные едут с автоматами Ну это же не мои дела, правильно? Значит плохо работает А вдруг ты черный с автоматами? А как видеть, если тонировки все застать? Значит, работаете хорошо, наводки там Да как работать? Какие наводки? А тогда бы нас вот сейчас Петухов своих спросить Вот мы бы сейчас сидели, а если он террорист? Мы его посадили И у тебя бы тачка вот эта тонировка Такой террорист, жирный террорист Может быть Макдональдс взорвет Или что-нибудь такое Возьмет, захватит нас А у тебя тонировка, например И нам копы даже помочь не сможет А он нам приставит шило вот так тебе И скажет, езжай Да что ж такое-то И скажет, езжай, например, к зданию ФСБ А где она? Ну, не знаю Ты штука сказал, что город знаешь Я город знаю, а не здание ФСБ Адрес? На Синной где-то, по-моему, что-то там Около Мариинке В пике В пике Как раз Там же здесь, помнишь, тесница в пике прозрачная? П***ь Так очковый идти Да А если высоты боишься, так вообще Ну, так вы об этом и речь Но с другой стороны, знаешь, если сверху идет какая-нибудь телка в юбчонке, а ты идешь снизу Я об этом подумал, только что не стал говорить, слишком банально Ну, как это банально, что-то А, ты не мужик Знаешь еще, были такие, раньше около школ, всяких юношеских дворцов, стадионы, которые из досок сколочены такие, ну, небольшие подмосточки И там, типа, между досками всегда были щели И мы с пацантре ходили Т*** твою мать Что ж ты делаешь-то? И мы с пацантре ходили, и, типа, за целый день можно было пару вагин увидеть, щелку на этих стадионах Кому ты гонишь, Юра? Да пошел ты, я любил вагины, я и сейчас их люблю Да, иди ты Не, как ты их вообще видел? Смотри, вот такая фигня На ней сидят две доски, например, сколоченные, посередине маленькое такое отверстие Ну, как ты внизу-то оказался, не понимаю? Под этими спокойно пролезаешь в дырки в технические отверстия под трибуны, ходишь и... Технические отверстия для чего они нужны, технические отверстия? Ну, для доски рассохлись, вот и все Ну, может быть, рассохлись, может быть, не рассохлись Берешь, подходишь, смотришь, вычисляешь вагины Ну и сколько лет было этим девушкам, которые смотрел вагины? По 13-12? Важно, сколько мне было лет тогда, а не сколько им было Мне было как раз 12-13, что-то в этом районе Смотри, смотри, смотри Копы остановились Слушай, не смотри туда, Юр, сейчас тебя примут Меня-то знаешь, что я сижу в машине Какая разница, это все равно, что-то как смотреть в этот сам... Честный человек, честный человек может смотреть на копов сколько угодно Это только... Тот, кому есть что-то скрывать Отворачивается А тебе нечего Мужики, а чем вы занимаетесь, кроме того, чтобы вечером бомбить? Я пью, но боюсь, что за алкоголизм в ближайшее время деньги платить не начнут А ты как, Антоха, нашел что-нибудь? Слушай Птиц ращу Птиц? Да На Ричберс Прикинь, короче, птичку растишь свою А потом продаешь ее С реальные бабки На Ричберс только реальные бабки есть А подожди, а птицы-то реальные или нет? Нет, они... Они из реальной бабки Просто они как бы виртуальные, но приносят доход А где же настоящие птицы? На зоне, Юр И петушки всякие там Кукарехи там Еще как называть, как хочешь Я помню, короче, был маленький У меня был типа петух на этот самый На елку, понял? Я его назвал Билли А почему Билли? Я не знаю, как Билли Я думаю, что я бульвар Капуцина посмотрелся Билли там Билли Которого в жопу у***ли Я помню, батя рассказывал, как типа ехал Пока, Анто, говорит Будь аккуратен, Анто, сейчас Такая авария была сумасшедшая Там машина в машину врезались Там Камаз какой-то затормозил, как обычно Там все под него залетели И батя говорит, типа погибли там что-то Человека три, наверное И еще газеть с таджиками Ой, нет Плохая Плохая А потом он в этом же месте едет И чемодан большой стоит Посередине дороги Типа знак, как мощный там надгробный камень Не, он чемодан стоит черный Говорит, подъезжай ближе А это Нексия, короче С двух сторон ее, короче, вот так вот замяли Вот это дерьмо И там, говорит, типа чувак Ехал, у него рука была Ну, так как красный, типа этот Пуховик И он, говорит, только рука и осталась Типа красная, на пуховике в этом Просто вот так выснуто Ты знаешь, я думал, когда мы будем говорить о дорожных историях Будет что-то более жизнерадостное Типа, давай Что, дорога это опасно У тебя есть права? Да Чего ты меня спрашиваешь? В машине Почему я не езжу? Почему я не ежу? Так вот, ты бросал по пивной диетсу Конечно, сейчас Ради чего? Бабирь бы на твоей На сигуленке Вот он, вот он Такой же у тебя Да Ну, у меня Четырехступенчатая коробочка А как ты узнал, что у него Не четырехступенчатая? Ну Ты так сказал, как будто Не, у меня четырех Ты разбираешься в Жигулях хорошо или что? Да Ну, достаточно хорошо Но это не там Достаточно хорошо, чтобы в ямку въехать И вот так колеса встали В разные стороны Я Слушай Ты будешь меня упрекать А ты никогда не уничтожал Сход-развал на своей тачке? Вообще-то нет Да ладно У меня низкий профиль Ритина, мне нужно все ямки объезжать Да везде нужно ямки объезжать Но Нет Если на твоих бубликах Можно не объезжать Я думал, только на джипах Можно не объезжать На джипах-то и надо как раз Нахер тогда покупать джип Да они все не крепкие Ты что гонишь? Кроме, кроме ледвей У тебя просто денег нет на джип Поэтому ты и говоришь, что они не крепкие Ну Ты бы, Юра, слушай, селя скупил какой-нибудь Кого? Бел велик Я? Я был велик Не, я После того, как в карьер упал на велики И мордой вот так Погоди, карьер, что это значит карьер? Короче, у нас был Не, не, не У нас был карьер Именно такой За городом И мы туда с корешами ездили Я не спрашиваю Карьер там, где песок выкапывают Или там, где с водой вместе? Ну Короче, смотри Там все выкопано было Но на дне было типа болото Сточные воды Да И мы катались вокруг этого карьера Всегда С пацанами Зачем? У меня Кама был велик Кама Я говорю, зачем? Не знаю Блин, а чем еще заниматься в детстве? У нас не было тогда интернета И все Мы катались вокруг карьеры И я помню Мы типа гнали, гнали И я такой типа Я самый первый Я самый первый А как ты понимаешь Я редко в детстве был первым Потому что я не самый такой здоровый Я первый, я первый И как же клево Лучший момент в моей жизни И бам Вниз, вниз, вниз Половина пути с великом Половина без велика И прямо в долбанную грязь Ты должен был удариться головой И запрести инкомсулятор Кого? Инкомсулятор А, инкомсулятор, может быть, ты хотел сказать? Инкомсулятор Это откуда? Зазад в будущее А, доктор Эмит Браун Ну да Теперь, знаешь, как бы эти детские дела Кажутся глупыми Но тогда это было весело Мы, например, играли в дальнобойщиках на великах То есть мы, типа, собирались в компании И везли, типа, груз куда-то Из одной точки города в другую, там, знаешь На Украину, наверное Нет Никогда На Украину Ну, скажи еще Долго на границе стояли Фуры-то Там пьяные автоматчики подошли Добрали, спросили У тебя какая Ну, ты ляз, когда, допустим Типа, встали его в колонну Везем груз У тебя какая машина была? Не, чувак Это тогда Как бы еще не было дальнобойщиков Всего этого Село Алмазное Мы просто, как бы, гоняли на... Нифига, тут трясет, братан Слушай, да Просто гоняли, как бы, на великах И воображались Дорога Мариньки вообще разбита Стоя ездит у нее Центр, где он вообще? Так центр, ты что, не видишь, что ли? Не похоже Просто объехал Как-то не похоже на центр Так не похоже Ты смотри, вон дома высотные стоят Где они ездят? За ними сразу Глазо, центр Москвы похоже На центр воронки Донецк Смотри Все разбито Теперь Да, как бы не было это грустно Если бы не было так смешно Ладно Так нет, подожди Какая машина-то у тебя была Воображаемая? Ну, у нас не было воображаемых машин Мы просто, как бы Мы тюнинговали свои велики Понимаешь? И у меня, причем, сначала Первый велик был это BMX Цепь поставили Такой классный Да-да-да-да-да-да Да, я тебя проверял Ничего ты не ставил Цепь поставил Да-да-да Да пошел ты Ничего ты меня не проверял В деревне жил Нет, тут там ничего Нет, не в деревне Нет, у меня было все У меня был велик Я говорю, гонял на BMX А у него колеса маленькие Я еду, еду Ты же тоже диски поменял на тачке недавно Ну да Так зачем ты купил-то вообще BMX? Так мне подарили BMX Мне подарили BMX И я типа гонял вместе с другими А Каму сам себе купил А Каму купила мама Но я отобрал ее у нее Потому что, типа А свой BMX я загнал Ну да, купила себе шестерку Не, на Сегу поменял Я гонял, у нее колеса короткие А на Каме они длинные Можно меньше На Каме крутить Помню, с чуваками тоже играли в дальнобойщиков Ну, я не знаю, почему вы не убирали машины такие там КамАЗ, ПАЗик там Не, чувак, как только Появилась игра вот в дальнобойщики для КамПА Так сразу все стали выбирать Вот я тебе говорю Не, я просто мы Как-то раз тоже С деревни в деревню, типа, ехали А у нас был Типа колонный Шли, типа, машины И, типа, у меня там что-то был Типа МАЗ какой-то там С продуктами Еще у человека одного Типа КамАЗа что-то Один говорит, типа, у меня будет ПАЗик в тьме И мы постоянно ехали И он останавливался Через каждые 15 минут Кусты срать ходил А всем говорил, что это, типа, дети устали И поэтому им нужно немножко передохнуть И мы так ехали Там ехать-то было километров, наверное, не знаю, сколько Ну, 7, наверное, до другой деревни За час мы доезжали А вот так мы доехали там Ну, блин, да Ну, полчаса, двух часов ехали За этой дурака Детям нужно отдохнуть Да А ты на великах гонял, мариинец? У нас на даче один мудила Устроил ГАИ настоящий Он ездил на своем синем велосипеде Самый здоровый, наверное, знаешь Самый залунный Как у него кличка была? Как была кличка? Говорите, просто все звали Дима Да как это? Это не кличка, это не кличка, братан У меня же у него клички? Ну, украли мудрик Как так? Вот, у него такая же Серьезно тормозил нас И говорил, типа, вы превышаете На велосипеде? В поселке А он тоже был на велосипеде? Да, конечно, он за нами ехал А у него был полицейский велик, типа С катафотами какими-нибудь красными С синими У него он просто был синий и красный То есть, типа, очень похожий на машину ДП Ну смотри, вот он и возомнился ДПСником Нет, в деревне у нас... А немного ли ты на себя берешь? Прикинь, там, типа Я теперь шрифт, у этого поселка Просто, так, сам, сам Подожди, я тебе хочу сказать, что Как бы в деревне у каждого была Кличка какая-нибудь Так вот, чувак у нас был в деревне Типа, он был у нас старше У него, типа, другая компания была Они, там, ездили на взросленьках, короче Мы-то под рам еще ездили, типа, мелкие А он уже на взросленьках ездил И у него, типа, кличка была Грек Короче И в заносы, дай угадай Нет, нет, просто... Не знаю, ну, Грек, короче И у него, типа, ляс был самый тюнингованный У него были такие, типа, из этого Из фанеры вырезаны, типа, такие лепесточки И вставлены в спицы И, типа, на них было написано хип-хоп Короче И он, как-то, стою, короче, рыбу ловлю, вырубаешься Ну, типа, это... Карасей каких-то там А этот Грек, короче, с чуваками едет А я из-за спины закидывал, короче И прямо на этот... За березу зацепилась Ну, типа, наверх намоталась И Грек такой Выходит такой А, ебаный ты крокодил, короче И сейчас я, мудак Даже ничего не поймать не можно Вырубаешься Полез на березу И как... Я вообще просто Он, знаешь, как мультик каких-то Просто вот так вот Об все ветки, короче Ну, достал Как гомер, когда падает Ну, да, да Знаешь, больше всего в детстве Я ненавидел чмочников Со спортивными великами У которых переключения передач У меня, кстати, его до последнего и не было Просто ненавижу говнюков Они все время такие Смотри на меня Я могу, типа, включить Мне так просто Да, он пока скорость переключать будет Ты уже уедешь Ну, у нас только у одного чувака Из моих знакомых был В детстве такой вот Именно спортивный велик И он один раз с этими передачами Ха-ха-ха-ха. Ну, помнишь, там же, типа, тормоз на таких, он на руке, и он, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха, короче, нажал, упал вперёд и нос сломал. Это херня, чувак. Лучший день моего детства, чувак, наверное, когда... Меня кореш недавно купил за 12 тысяч велосипедов. Сказал, что классно было кататься за 12 тысяч. Я вот посмотрел, это твой идеал, он говорит, за 60 хочу. Нормально? Ну, бывают сейчас велики. Сейчас вообще везде понты дорожек. Так куда ты так газуешь? Мы торопимся куда-то. Смотри, на спидометре 80 показывает. Не разрешено столько ехать? Это у меня спидометр неправильно показывает за счёт того, что диски больше радиуса. Так погоди, как это неправильно показывает? Там датчик стоит специальный, который на ступицу крепится, и он, типа, показывает количество оборотов. А если у тебя, ну, то есть он показывает, соответственно, радиус от 14-го. А у тебя больше колёса. А у меня 15-го стоит теперь. Так погоди, ты так только быстрее едешь. Ты чё? Что? Потому что, блин, я тебе говорил, я BMX на каму поменял, потому что у него колёса больше. Типа оборот тоже? Так оборот-то да, ты же, типа, быстрее едешь. Ну, значит, чуть быстрее. Так погоди, ты думаешь, что у тебя меньше показывает? То есть, типа, больше, чем есть. У тебя же меньше, чем есть показывает, если колёса-то... Ну, а идите, я понял всё. Чё ты на меня даёшь сама? Больше, меньше. Конечно, типа, какая разница? Ну, вот, конечно, не куя будешь, бред, не знаю, заливать про диски. Типа, я вообще ехал 60. А вот они, вот, смотри, пожалуйста. А вот у него какой радиус? Чё так быстро поехал? Время, смотри, 60, а то же у меня. А так быстро нельзя. А, смотри. Сплошной едет. Он? Ну, это так задеть, это можно. У тебя права-то есть? Как это можно? Получаю, как раз, права. Да это всё, эти все линии, типа, чувак, знаешь, это вот правило, типа, всегда нужно останавливаться вот до этой стоп-линии. Это как, типа, не употреблять наркотиков. Естественно, как бы, нельзя употреблять наркотики, но кто сможет, б***ь, с этим совладать? Как и с линией, как бы. Ну, что это значит? Ну, тяжело. Вот что это такое, я не понимаю. Тяжело жизнь прожить, ни разу не употребив наркотики. За тебя, если, или что? Это ты про наркотики? Нет, я про... Я про то, что ездят, как хотят. Удача, что ли? И так же эта линия, которая для остановки, типа, она вроде как и есть, и её вроде как нельзя пересекать, но человек слишком... Да, если ты её не пересёк, значит, ты не крутой водилор. Типа, надо остановиться чуть дальше всех проехать, чтобы те в окна не смотрели, что-то там. А если ты остаётся чуть дальше, и у тебя классная машина, то будешь себя так стоять, смотреть пробки на твою машину, потому что она стоит, ну, немножко впереди других. А если у тебя охреновая машина, то наоборот будет подставляться. Я помню, короче, знакомые у меня поехали, ну, типа, купили какой-то, типа, джетто второй, что-то такое, типа, фольксваген старый, и поехали, типа, его обмывать на святой источник, понял? Типа, с воду набрать. Вот уж не тривиальное, как бы. Нет, там, короче, есть святой источник, и, типа, он поставлен, там бежит вода чистая, там, типа, даже написано на химических составах, типа, она там обогащена всякими, там, минералами, ещё. И, короче, они, да, они поехали, типа, там нужно было выехать с этого самого, ну, деревню было, выехать из улиц, с улицы, взвернуть, типа, налево, и с горки на горку, короче, налево, и вот источник. Ну, вот ехать, там, не знаю, минуты две, наверное, максимум, ну, рядом жили. И, короче, они поехали, втроем, один сел, ну, типа, понятно, водитель, там, базар-пассажир, и вот сзади, короче, человек посередине сел, понял ты, ну, между... Ну, как ты должен был посидеть, поедине? Да, посередине. И, типа, знаешь, как за два сиденья взялся, типа, и смотрел, ну, как едут, ну, типа, знаешь, интересно. И в итоге они что-то вниз поехали под горку, где вот уже было вниз спускаться, а там, типа, как-то что-то их подразвернуло немножко, не знаю, что они там, шутили, смеялись, там, как-то, да, не справился управление, прикинь, прям в столб. И, там, один, там, руку поломал, второй, типа, это, компрессионный позвоночник, ну, компрессионный перелом позвоночника получил, типа, в армию не пошел, а прикинь, тот, который, знаете, сидел, он, типа, вот так вот выскочил, обручку зубы выбил. Короче, такая ерунда. Типа, по-петушиному, знаешь, как такой, этой, ну, да, по кругу, ну, я не знаю, может, прикинь, самое хреновое, когда ты потерял вот эти зубы, вот, как горшок, тут, как бы, даже и вообще, ладно, там тебя сбок ударили, например, и, типа, у тебя сбоку нет зубов, А когда у тебя прямо тут нет, это прям как дырка под член, если в тюрьме сидеть, ну, слушай, ты сейчас людей обидел многих, мне кажется, только горшка. Я не думаю, что прямо у всех голливудская улыбка у нас в России. Ты знаешь, я, честно говоря, не думаю, что много людей, у которых нет, вот, передней части зубов, вообще на что-то могут обидеться. Ну, у меня передний вставлен, вообще. У меня передний, у меня два зуба искусственных, а у тебя один. Ну, кстати, один и тот же. Я круче тебя, выходит, в два раза, я более боевой. Да сколько зубов искусственных, братан, я тебя в два раза больше нет. Я 28. Ну, не выросли еще зубы. Это значит, что тебе в два раза больше п***ли, да? Ну, если у тебя двух зубов нет. И то верно. Блин, две приоры, смотри. Две приоры? Загадывай желание, братан. Ты не знаешь, когда видишь две приоры, и особенно черных или белых, типа, нужно желание догадывать. А помнишь, как нам этот, отогрупник ты рассказывал, что, типа, в Адыгее, они все себе белые приоры покупают, потому что, типа, белые лошади, они быстрее у них, чем вороны, да. Да, и поэтому, типа, там наибольшее количество, типа, именно белых приор. Я не знаю, а синие скакуны... Синие скакуны, это мы, по-моему, по-крайнейшем. Синие скакун. Мужики, что-то жарковато у вас в машине, может, кондиционер врубим? Черт, чувак, какой кондиционер? Кондиционер, это массовая разводка. Они берут тебе просто дырку, делают, чтобы воздух шел, который, типа, летит, и все. Нет никаких кондиционеров, расслабься. Просто воздух гоняют. Да и вообще... Дешние деньги дерут за допы. Ты чё, потеют только жаробасы вроде тебя, не ты что? Да, жаробасы, а ты не жаробас. Нет, не жаробасы. А ты, подожди, стоп, думаешь, похудел так самоумный, что ли, с универа? Нет, нет. У меня эмка одета на меня. А у меня что одета? Посмотри, посмотри. Что это? Что это там такое? Эмка для жаробасов эмка. Не бывает эмки для жаробасов. А, вот оно что. Да, ты купил, знаешь, там магазин для этих самых состоятельных мужчин. Что это такое? Состоятельных, читай, жирных. Ну да. И типа там все, заходишь, все, эсэм. А там ты говоришь, вам эска какая? Побольше, поменьше. Мне эска такая нужна, чтобы налезла. Не, меня все время как раз раздражало... Проще мешок от картошки одеть. От тебя. Раздражало, знаешь, такая херня, типа маломерки. Или там наоборот, типа разнащивающиеся. Знаешь, когда ты приходишь куда-то, и тебе консультант пытается мозги запудрить, типа... Да это маломерки, расслабь. Это типа не смотрите на размер вообще. Там это типа в Европе, в этом они все по-другому. Там совсем... Да, корейцы маленькие все. Там совсем другие размеры. Вы берите себе... Или знаешь, когда обувь типа не... Да она разнащивается. Вы че, вы походите немного. Как она разносится? Кем она разносится? Что это вообще такое разносится? Это вагина разносится, если в нее совать какие-нибудь там... Или что-то как разносится, она твердая. Я не знаю. Я не знаю, вы можете дырку, палец в дырку какую-нибудь совать в стене? А что, дырка что-ли сильно разносится? Да, если раскрошится там, стена. Да. А знаешь еще, что самое глупое? Слышал, что, короче, ботинки нужно покупать так, чтобы палец лез. Не один раз пытались продать... Куда? А, сзади? Да-да-да-да-да, типа, если палец лезет, то все, типа, хорошо. Когда обороты большие. Так да, в том-то и дело. Когда нет размеров, тебе объясняют, типа, палец лезет, это типа... А если два пальца лезет? А нет, это уже много, это нет. А вот такие... А, мои... Телки, нормально. Попалец лезет. Ну, че, по-моему, вот это мариинка уже. Телки, не похожи, мужики. Видишь? Медлинка! Мроды, мдвинка! ну тут чувак из этих солдат там что ли играет это шматко чувак из солдат стыдно нет я говорю чувак из солдат да что ж ты делаешь то здравствуй небо так мы проехали мариинку то да ну давай сейчас я как раз на заправку а ты выскочишь мне как то не нравится я по картам посмотрел мне кажется что вы завезли меня в полную какую-то лажу какую лажу ты чё мариинка ты хотел мариинка ты сказал какая метрика ты чё мутак ты читать не умеешь написано мариинка давай все куда ты деньги давай деньги давай у нее кошелек когда трогал пузо щегол да маринка говорит в театр ладно да да спайси около мариинки покупать заправить деньги-то халтурная подожди подожди гонка гонка berskite ну что меня сделают щегол нет она в коняйц не надо не надо п***ь ну это excel а чё ж ты хотел а чё ты хотел а чё ты гоняешь с excel а чё ты хотел ты бы ещё с емельяненко подрался и такой нифига нифига он навешивает это excel как нижний линк бросил вызов excel Хотя бы камеру посмотреть, всё ли отснялось, чтобы потом... Нигде не встанешь, что ты всё эвакуируешь, ага. Там, причём здесь знаки, они не просто так стоят. Ты не думаешь, что нас эвакуируют, б***, втроём? Нет, нас эвакуировать не будут, машину эвакуируют. Нужно остановиться, чтобы посмотреть с камеру. Ты будешь менту так, нам камеру посмотреть надо, у нас записывают ещё, а камеру, ну ладно. Смотрите, ну я машину, вашу всё равно надо... Надо для тягач затаскивать, а вы здесь смотрите, с камерой сколько хотите. Две, две пятьсот за эвакуатор, две пятьсот налог и двадцать рублей час.